очередное видео касательно болт моторса и сейчас видео будет посвящено полной переборки этого карбюратора на самом деле карбюратор этот настолько прост и примитивен что я не знаю вообще для чего это снимаю но тем не менее учитывая иногда запросы наверное смысл есть может быть и для меня все уже не нового для кого-то новым в общем на самом деле стандартная сузучая схема да и снятие карбюратора весьма просто должно быть если бы вот этот патрубок китайские товарищи делали ну таким чтобы он через пару лет эксплуатации не превращался камень и тогда в принципе все было с карбюратором хорошо но в данном случае патрубок дубовый наверное придется погреть феном а так ну снятие карбюратора на самом деле крайне просто то здесь есть два дренажных шланга которые просто опускаются вниз два винта хомуты и один единственный трос то есть все вот это мы снимаем и далее собственно ой мы все это будем разбирать разбирают все вместе с вами все покажу расскажу хотя показывать там не так уж и много чего есть так что сейчас снимем и будем разбирать вот карбюратор я снял в целом вроде как течет жизнеспособность у этого карбюратора есть он же как-то работает принципе не тут конечно лазили но посмотрим что внутри значит для начала отворачиваем винты крышки поплавков камера посмотрим что у нас там внутри имеется внутри имеется поплавки в принципе о даже на прокладке нету герметика правда тут какая-то хрень выдавлена почему выдавлена а потому что стандартная созучие тема где вот на это отверстие падает прокладкой и вот так вот раз и подкусывает это в принципе на по моему на джебель 200 ровно такая же хрена по поводу уровня поплавка ну он должен быть в горизонт а он чуть чуть вниз то есть уровень надо малость подубавить или подождите сейчас получается если мы подожмем короче ладно запутаться не ну что то есть так у нас если мы его чуть поднимем то есть иглу мы подожмем получается язычком но убавим топлива до при надеюсь я хрени не сказал он да ладно на самом деле карбюратор этот ровно тот же самый карбюратор что на yamaha tv практически короче все том что на тв хит карбюратор работает тут даже вот эта вот история с резиновой заглушкой ровно такая же как на yamaha tv никто не знает зачем-то заглушка потому что рассказывала вот тут вот заглушка резиновая стоит никто не знает зачем она нужна если без неё иногда приходит карбюратор и все прекрасно работает главное топливные жиклеры а вынула нажимать семная трубка ключом на 8 все это без проблем извлекается далее а нифига нифига тут также как на тв х чтобы снять карбюратор надо это как он как-то сказать то рисующимися руками выбивать штангу потому что иногда бывает что эти крепления штанги лопаются но он обычной вытяжной заклепкой все это вытягивается так выработка небольшая иголка в принципе запирала внутри не есть чуть-чуть какого-то песка но зная как гниют баки на болт моторсах это наверное не скажу что удивительно а так вот даже по конструктиву внутри по тому как крепится этот колодец запорные иглы ну это вот просто взяли и копировали карбюратор от yamaha tv упростив его там убрав второй трос возвратный штуцер какой-то странный непонятный выведет из чего есть некоторые проблемы там с шлангами или когда хотите поставить фильтр а фильтр на эти мотоциклы можно сказать что жизненно необходим так как баки гниют нещадно ну обычная запорной очень несколько лодит запорные иглы то есть все это yamaha tv вот в чистом виде даже крышка такая же а мембраны насколько я помню мы заказывали это тихо это именно они вот этого штучка вывалилась у вас нам тоже вывалится это направляющая захода под иглу она прижимается исключительно жиклером топливным вот этой вот эмульсионной трубкой вот принципе вот карбюратор вот у нас мембрана главное чтобы она была не дырявая остальное в принципе не сильно то имеет значение также здесь отворачивается штуцер ну дренажный вот там обычно ничего нету но дабы все продуть лучше снять и остается что у нас остается в принципе она должна быть быть мембрана ускорительного насоса тут идет пружинка здесь идет мембранка аккуратненько ее поддеваем под ней бывает грязь часто еще бывает она закисает здесь вроде а вот кстати хрена с 2 что-то весьма условно но двигается ну так и есть вот такие вот облое алюминиевой спрессованной фрикционной пыли наверное назовем это так в общем это не хорошо тут возможно ускорительный насос не работал так как надо далее вытаскиваем пусковой обогатитель смотрим чтобы внутри было тут наличие резиновое кольцо если оно есть то я вас поздравляю у вас нормально работающий пусковой обогатитель что можно здесь еще снять да больше ничего надо посмотреть винт качества насколько он закручен раз два три 4 5 а ну и все на два с половиной оборота то есть принципе что называется японский стандарт качества винт качество мы также выкручиваем дабы ультразвуком почистить его канал там у нас идет запорная иголочка пружинка шайбочка вот такая вот мелкая не под шайбочкой должно быть резиновое кольцо и но там есть до чудесно потому собственно карбюратор видимо пару раз не сильно вандали почистили и в принципе на этом больше никаких трудностей он не испытывал только вот резиновое колечко очень активно не хочет вытаскиваться аж без колечко о все вот на резиновое колечко принципе на этом разборка пробуратора и закончена как бы ну для меня ничего интересного в этом нету то есть это обыденный простейший древнейший карбюратор его китайцы копировали хорошо единственная проблема этого карбюратора это резиновые изделия конкретно мембрана вопрос нету от прокладки под поплавковой камеры китайцы почему-то не очень умеют делать вот они как-то вот очень быстро не оправданно дубеют и карбюратор начинает течь но также китайцы никогда не уставляют уровень поплавковой камера нормально что тоже вызывает грусть и печаль но тоже все решаем вот вопрос надо ли вам вот эти вот пути решений и еще проблема этих карбюраторов то что владельцы не понимают что они делают или куда куда не надо в итоге после вот этих вот их манипуляций обычно бывает так что карбюратор если подлежит восстановлению то ну это теряет всякую ликвидность если отталкиваться от цены то есть иногда цена нового карбюратора будет меньше чем пытаться ремонтировать старый но дело в том что не всегда можно купить новый карбюратор это раз и второй момент не факт что купив новый карбюратор он будет рабочий что для китайцев тоже в принципе история не нова вот там как они любят на всех моторах зажимать клапана до потери пульса то есть как будто них ну специально так собирают и всякие вот эти вот моменты с карбюраторами то что может есть завода и прочее в общем все это имеет место быть короче дальше мы сейчас загружаем карбюратор ультразвуковую ванну все это чистим и после этого будем собирать на может что-то еще и покажу ну вот происходит магия ультразвука это уже второй заход то есть но погружается карбюратора специальный состав для ультразвуковых ванн после чего включаем получаем вот этот божественный трещащий звук все это нагревается подогревается но и карбюратор очищается от всего и вся и самое главное что он очищается там куда вы никогда не сможете вообще принципе добраться то есть это какие-то внутренние каналы это же клёры все вот эти вот маленькие какие-то там завитушки за вихрюшки и так далее и механически вы это не сможете почистить никогда и никак вот а с помощью ультразвука весьма и весьма хорошо с этим справитесь так что поехали дальше ультразвук сделал свое дело карбюратор стал более чистым ну точнее он кристально чистый так у нас выглядит теперь корпус в общем никаких следов окислов и прочей грязи которые здесь было вот соответственно сейчас можно уже начинать все это дело собирать что в принципе должно быть совсем и сложной задачей даже постараюсь это как-то близко показать значит первое идет у нас направляющая иголки иголки которые у нас топливный за ним идет у нас главный топливный жиклер она же эмульсионная трубка подтянули закрыли защелкиваем обратно ну давай защелкивайся заглушка итак заглушка также на месте далее берем малый жиклер малый жиклер устанавливаем и заворачиваем тоже ничего интересного в этом нету после чего берем силикон мажем колодец топливной иголки резинку колодца где у нас иголка основная установлена зачем силикон для того чтобы резинку не завернула не взломила она спокойно стала после чего берем винтик широкой шляпкой который здесь стоял естественно и фиксируем все дело на месте после чего пока что эту часть оставляем берем ускорительный насос ну точнее его мембранку так устанавливаем шпоньк шпоньк был преждевременный сейчас начнутся эти приключения как всегда которых не хочется но они есть чем вот эти вот ну да и на японцах и на китайцах бывает что мембрана не сильно горит желанием принимать свою форму в результате чего есть некоторая проблема с тем чтобы ее нормально спозиционировать в пространстве она стремится к тому чтобы не лечь в паз а заворачиваться и это самое паскудное что может на самом деле быть о я вот я кажется поймал джен и мембрана у нас нормально встала сейчас мы на всякий случай крышечку чуть помазюкаем силиконом дабы ну если вдруг мембрану где-то приподнимет она чудесным образом соскользила так все мембранка везде села ровненько поэтому без каких-то прикрас все это закручиваем затягиваем тут два винта ничего собственно сложного в этом нету как мне кажется по крайней мере затягиваем их смазываем резьбу подсоса того обогатителя как кому угодно потому что резьба пластиковая и лучшее чтобы все это завернулось от руки легко и непринужденно и не было словно что в принципе если не понимать что ты делаешь сделать достаточно легко также мажем силикончиком вот эту вот чудо штучку дренажный штуцер где он стоит вот здесь дренажный штуцер у нас прижимается тут вот треугольной пластинкой но я самый обычный стандартный винтик тоже принципе ничего интересного теперь у нас настала очередь винта качество силиконом смазываем чтобы опять же нигде резинку не заломила ничего с ним не произошло закручиваем до упора и теперь раз два три 4 5 вот соответственно два с половиной оборота теперь мы берем топливную иголку чуть силикона вставляем топливную иголку в поплавок и смотрим кстати что поменялось потому что иголка подпружинена она бывает забивается с молния и собственно из-за этого в том числе может не в нужную нам сторону скажем так корректироваться уровень и это бывает проблемы устанавливаем штангу штанга на месте смотрим уровень ну если мы посмотрим то он чуть чуть ниже чем хотелось бы нам поэтому мы берем чуть 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 поджимаем язычок и еще чуть чуть и еще прям самую малость и таким образом у нас плоскость раздела карбюратора равна плоскости поплавка вот теперь у нас корректный и правильный уровень вот собственно не скажу что это очень прям как-то тяжело но тем не менее для многих это является какой-то магией ну вот а мы магию не делаем мы просто делаем так как должно быть завода но либо планировалось так японцами завода но к сожалению действительность такова что китайцы вносят свои коллективы закрываем крышку почему крышка не закрывается что мешает ничего не мешает мне показалось закрываем крышку ловковой камеры тут уже почему-то разносол винтов стоит не знаешь почему почему-то два одного вида два другого вида ну да ладно это это уже такие моменты которые не влияют на работоспособность карбюраторами как бы судя по мотоциклу жизнь у него была не самая хорошая поэтому какие-то проблемки с ним неизбежно возникали а ремонтировали это не самыми лучшими инструментами с неподходящим шлицом и так далее в общем все прелести назовем это деревенского ремонта смазываем дроссельную заслонку на прошлых первые моменты там запуска она не западала почему так делается одну все очень просто дело в том что ультразвук ну отлично так сушит детальки вот то есть полностью их обезжиривает в результате чего смазки на них нету никакой и таким образом получается что у нас может и запасть заслонка здесь надо быть внимательным чтобы мембрана не завернулась нигде никуда не попало что у нас крышка как-то жестко закрывается у нас мембраны вроде бы все хорошо она везде в своих пазах просто крышка такая штифтом направляющим плотная ну вот собственно заворачиваем последний винтик и больше нам делать ничего и не надо карбюратора мы полностью собрали остается только установить дренажный шланг номер 1 и дренажный шланг номер 2 принципе на этом все работы с этим чудесным или не очень карбюратором у нас и закончен вот и единственное что остается нам сейчас это установить карбюратор на мотоцикл и попробовать запустить ну что пробный я запустил это чудо в принципе ну а чего как бы ожидать если он и до этого запускался то есть не было какой-то сверх работы было просто приведение мотоцикла ну скажем так до базовых параметров моторчик работает выхлоп там выпиленный поэтому конечно ожидать что-то сверх замечательного здесь не стоит ну вот как то так я честно говоря слабо представляю что здесь можно еще показать кроме этого чудесного дыма чудесного недопримотока и так далее в общем то на этом у меня наверное для вас все с вами была мастерская панк-мотогараж я сергей панкратов и вот такая незамысловатая переборка карбюратора а и и и и и Продолжение следует...